Настолько стильно сделано, просто феноменально. Это шедевральная вещь. На фасаде храма Святой Троицы проводится очередная реставрация мозаичного панно. Золотые руки мастера Игоря Лавриненко, который трудится в Балакове по приглашению компании Фосагра не первый год, уже поработали с иконами на южной стороне здания и над центральным входом. Теперь на очереди лик Богоматери с младенцем на северной стороне. По сравнению со спасом нерукотворным, панно с изображением Богоматери выглядело более сохраненным. Однако время не пощадило и его. Нет таких обширных отслоений, не таких вздутий. То есть не было риска неожиданного внезапного обрушения, как с южной стороной. Но, тем не менее, есть проблемы другого характера. Скорее более эстетического, но они такого замедленного действия. Для того, чтобы мозаика выглядела более эстетично и объемно, строители храма не затирали швы между кусочками смальты. И это очень негативно сказалось на сохранности панно. Из-за перепадов температур, ветров, многие элементы просто выпали. Много было выпавших золота, обрушений золотой контары. То есть они просто отваливались. Там просто не было механического воздействия на них. Но думаю, что они бы отвалились от сильного донения ветра в итоге. А мы их, естественно, удалили и заменили на новые материалы. Сейчас уже первый этап реставрационных работ выполнен. И представители Балаковского филиала АО «Апатит» осмотрели восстановленную часть мозаики. Вот это новая смальта. Смотрите, видите, свежая. Здесь много поотлетало контарыли по той причине, что деды наши не затерли набор. Видите, да? И обратите внимание, смальта каждый элемент по кругу матовый. И вот эта вот белая полоска – это эрозия, то есть разрушение поверхности. Исчезли под новым слоем мозаики и следы варварского отношения к храму. Если на южной стороне икону Спаса Нерукотворного много раз закрашивали, то в Богородицу стреляли. Здесь Игорь Лавриненко показывает места от пуль, выпущенных представителем органов правопорядка. Участковый милиционер местный в 54-м или 56-м году стрелял по образу. Причем стрелок он неплохой, очевидно, был. То есть он три раза попал в образ спасителя. Разрушения были, да, углубления прям такие, глубокие вмятины. Создавало впечатление, будто бы мастера-изготовители мозаики, они как будто, знаете, непропитанные цементом кусок песка положили в это место. И таким образом все вывалилось. Но это исключено, это невозможно. Пока работы на фасаде Свято-Тройского храма приостановлены. Процесс реставрации мозаики не любит холода. Но зимой Игорь Лавриненко продолжит трудиться над воссозданием Балаковского храма. Он будет готовить эскизы для следующего панно. Поставили задачу Игоря Юрьевича Лавриненко, это на западном входе, где центральный вход, у нас имеется ниша. И именно рассмотреть варианты, что будет в этой нише, проработать проект и согласовать его с ЕПАРТ. Сам реставратор уже изучил историю создания Балаковского храма и архивы архитектора Федора Шехтеля. Поэтому некоторые наметки для украшения ниши рядом с центральным входом у него имеются. В письмах, переписках Шехтеля с его помощником, с помощником Паисием Мальцевым, отмечается пожелание, что нужно изобразить в этой нише. Вот эта большая ниша с киотом, с подзором, с шатром. Это икона. А вот маленькая ниша, там однозначно архитектор Шехтель говорил о том, что должна быть памятная доска с информацией о храме и о строителях этого храма, и благоукрашателям. В следующем году реставрация лика Богоматери с младенцем завершится. И, скорее всего, в нише появится икона, которую запланировал, но не успел создать архитектор Федор Шехтель. И уже сейчас можно сказать, благодаря тому, что компания Фусагра помогла с восстановлением мозаик, облик храма Святой Троицы становится ближе к замыслу Великого Зодчего.